Здравствуйте! Вас приветствует компания Космоток. И сегодня я хочу рассказать о вопросе, который, казалось бы, неудивителен ни для кого. Ну, поговорим о вот этих вот беленьких коробочках, которые я держу в руках, а именно о нишевых ароматах. Итак, что же это такое, в принципе, нишевая парфюмерия? Я думала, что этот вопрос не вызовет у меня совершенно никаких проблем в изучении, и все будет однозначно понятно. Но, к сожалению или к счастью, этот вопрос далеко не стал одним из самых легких, которых мне приходилось изучать в отношении парфюмерии. Потому что у них все так однозначно нишевая парфюмерия. Для того, чтобы дать четкий ответ на этот вопрос, что же все-таки такое нишевая парфюмерия, безусловно. Я прочитала массу статей в интернете от людей, которых именуют на данный момент парфюмерии. И от специалистов в этой отрасли. Так вот, мнения этих людей, они, в принципе, схожи. И я для себя вывела определенное понятие, что же такое нишевая парфюмерия. Нишевая парфюмерия, по их мнению, это селективные ароматы не для всех. Ну, скажем так, мне было это не совсем понятно и не совсем корректно и правильно, наверное. Поскольку, ну, само определение нужно быть более емким. После того, как те или иные блогеры, те или иные люди, ценители нишевой парфюмерии говорили об определении, то есть они отождествляют, по сути дела, нишевую парфюмерию и селективную. Ну, так вот они считают, да, что говоря ниша, мы подразумеваем селектив. Для меня все-таки это было не совсем правильно, не совсем понятно, поскольку селектив, да, это вот в переводе с английского, это выборочный, отборный, вот что-то типа того. Я подумала, что ну да, нишевые ароматы это что-то такое, что стоит рангом выше, чем та парфюмерия, к которой мы привыкли, то есть парфюмерия от Мэн. Ну, хорошо, что мир не без профессионалов, безусловно, и, к своему счастью, я нашла все-таки утвердительное понятие того, что же такое нишевая парфюмерия. Многие из вас, безусловно, удивятся, но мы разберем все-таки особенности нишевой парфюмерии, а на фоне этих особенностей вы поймете, чем же она отличается от других видов парфюмерии, которые присутствуют на сегодняшний день на рынке. Вообще, в целом, прежде чем охарактеризовывать 8 особенностей нишевой парфюмерии, я хочу сказать, быть может не все знают, что парфюмерия на сегодняшний день, она классифицируется, вернее, группируется по группам. То есть, первая группа это парфюмерия люкс. Я с собой так прихватила свой флакончик Prada Candy. Это как раз тот аромат, который принадлежит к парфюмерии класса люкс. Или же называют ее еще престиж. И, что меня удивило, это парфюмерия, которую называют селектив, только на западе. Это слово по отношению к люксовой парфюмерии употребляют не так часто, но все же, по своему значению, в переводе с английского, оно наиболее ближе стоит рядом с парфюмерией люкс или престиж, либо же там отборная парфюмерия, как они говорят. Поэтому у этой парфюмерии есть всякие особенности. Как правило, это всегда очень яркий запоминающийся флакон. Это модель, либо актриса, либо какая-то знаменитость, которая, собственно, его рекламирует. Это наличие всевозможных промо-роликов, это реклама, на которую тратятся миллионы. Вторая группа, которая нам известна по ароматам, это группа масс-маркет. Здесь ароматы идут несколько виной ценовой категории. И чем они, по сути дела, отличаются от люксовой парфюмерии? Это тем, что сам бренд, он не так широко известен и распространен. К ней, к категории масс-маркет относятся такие нам известные дома и, собственно, ароматы, как Ангел Шлессер, как Арман Басси, Макс Мара и так далее. Можно перечислять. Но в целом, чем они по большей части отличаются? Мало чем, скажем так. Но в этой группе масс-маркет есть свои подразделения. То есть группа мастер, это идут ароматы подороже. Вот как те, которые я назвала, да, Арман Басси, Ангел Шлессер. Они приближены к люксовой категории ароматов. Есть ароматы, которые лау-маркет. Они, ну, будем говорить, подешевле. Их парфюмерная композиция совсем не отличается никакой оригинальностью. Если вот первая группа мастер, что, как правило, да, здесь есть оригинальность какая-то в парфюмерной композиции, то в лау-маркет ее практически нет. К группе масс-маркет также относится широко известная всем звездная парфюмерия. Только вот в зависимости от ее качества она относится либо к верхнему диапазону парфюмерии масс-маркет, либо к лоу-масс-маркет. Собственно говоря, если мы будем говорить о парфюмерии в целом, то до 20-го столетия вышеперечисленных групп как таковых не существовало. В принципе, всю парфюмерию можно было считать нишевой. Даже древние масла Клеопатры, которые были для нее изобретены, это тоже, можно сказать, нишевая парфюмерия. Что же мне разрешает, собственно, так рассуждать? Это те 8 особенностей нишевой парфюмерии, о которых мы и поговорим дальше. Особенность номер 1 нишевой парфюмерии – это личность парфюмера. Как правило, когда мы говорим о нишевых брендах, мы понимаем, что создает в том или ином нишевом бренде, собственно, парфюмерию, самый талантливый, самый креативный парфюмер. Поскольку нишевая парфюмерия – это, по большому счету, свобода творчества. Здесь маркетинг не навязывает самому парфюмеру идею для создания того или иного парфюма. К примеру, достаточно известный нишевый парфюмер Серж Лотанс в свое время сотрудничал с маркой Шесейда. Так вот, он как раз и говорит о том, что маркетинг, который давлеет над парфюмером, не дает до конца раскрыться его таланту, его творчеству, поскольку очень много аромопредложений, которые он делал бренду Шесейда, разбивались у слова руководства «О, это ведь совсем невозможно». Безусловно, свобода творчества рождает массу шедевров в парфюмерии. Это неоспоримый плюс, здесь можно говорить долго и рассказывать о том, какие существуют шикарные нишевые ароматы, это факт. Но о девяцах мы тоже можем сказать, поскольку некоторые парфюмеры в своем творчестве, они доходят до того, что создают, например, запахи, что их же аромат, да, мокрого асфальта, аромат крови, ну и вот такого рода ароматы. Которые, безусловно, назвать популярными, назвать хорошими нельзя. Свобода творчества, о которой уже было сказано выше, это, конечно, замечательно. Но все же, если говорить о плюсах селективной парфюмерии, то есть люкс-парфюмерии, можно однозначно сказать то, что в штате тех или иных брендов работают всевозможные специалисты, парфюмерные стилисты, к примеру, аромапсихологи и так далее. Соответственно, весь этот штат людей трудится над тем, чтобы аромат был прежде всего привлекательным. Что немаловажно, безусловно, поскольку наука не стоит на месте. И уже давно американские ученые выяснили, какие именно ароматы приходятся ко вкусу мужчинам и какие именно ароматы приходятся ко вкусам, соответственно, женщинам. И не всегда эти вкусы совпадают. Поэтому, если человек не хочет выглядеть смешно, при этом его парфюмерная культура не так высока, возможно, иногда следует прибегнуть к услугам непосредственно люкс-парфюмерии, если вы боитесь где-то произвести впечатление не совсем приятное. Перед тем, как озвучить следующую особенность нишевой парфюмерии, я все-таки остановлюсь еще раз на том моменте, что парфюмерия люкс, которая сейчас буквально за моей спиной находится, это и есть селективная парфюмерия по сути. Наши девушки ценительницы нишевой парфюмерии отождествляют ее полностью селективной парфюмерией и, делая покупки в бутиках в Франции, просят покупателей подвезти их к парфюмерным полкам селективной парфюмерией. Приезжая сюда, они в полном недоумении от того, почему во Франции такая некомпетентность продавцов. На самом деле, это объясняется непосредственно тем, что селективная парфюмерия в Европе – это парфюмерия люкс, которая, собственно говоря, вот за моей спиной находится. Сейчас тенденция ведется к тому, что парфюмерные магазины, которые продают нишевую парфюмерию и парфюмерию люкс, они объединены. Соответственно, происходит соседствие полок люкс-парфюмерии и нишевая парфюмерия. Так вот, обращаясь к девушкам-ценительницам ниши, все-таки в Европе следует говорить о том, что вы хотите посмотреть полочки с нишевой парфюмерии, а не с селективной, поскольку у вас просто неправильно поймут. Следующая особенность нишевой парфюмерии – это использование только натурального сырья. Далеко не все любители парфюмерии, ценители парфюмерии понимают на данный момент, что натуральное сырье совершенно не используется уже в брендах масс-маркета и используется всего лишь частично в парфюмерии брендах люкс. При этом в нишевых марках использование натурального сырья – это их кредо, они совершенно не позволяют себе отходить от этого постулата. Соответственно, когда вы покупаете парфюм нишевый, вы можете быть уверены в том, что он натуральный. Практически на 100%, если так можно сказать. Они заменяют исключительно только те компоненты, которые невозможно воспроизвести естественным путем, используя натуральное сырье. Только в этих случаях они используют альдегиды, либо другие кивические какие-то компоненты. Безусловно, мы говорим о том, что это неоспоримый плюс в нишевой парфюмерии. Это, безусловно, использование натурального сырья. Следующая особенность – это то, что нишевые бренды не рассчитывают на массовость. Если мы говорим о люксовых брендах, то здесь, конечно, идет полный расчет на массовость. Это сегмент парфюмерии, который наиболее продаваемый в мире на сегодняшний день, поскольку для того, чтобы продать, используются очень дорогие рекламные компании, привлекаются модели, привлекаются актрисы, привлекаются всевозможные знаменитости. И, соответственно, тратятся миллионы на то, чтобы тот или иной аромат был известен, и на то, чтобы, соответственно, он был продаваем. Что касается нишевых брендов, то, как говорят, собственно, парфюмеры нишевых марок, то на рекламу не тратится ни копейки. Говоря о следующей особенности, а именно это реклама в нишевой парфюмерии, мы можем сказать о том, что, безусловно, в нишевой парфюмерии полное отсутствие рекламы. Это концепт, в принципе, нишевых марок и, соответственно, на их особенности. Соответственно, говоря об этом, я хочу привести слова Рожедава, очень креативного парфюмера, основателя своей нишевой марки и профессора парфюмерии, который говорит нам о том, что, когда вы покупаете, когда вы платите за духи мировых брендов, вы отдаете деньги за рекламу, раскрутку и восполняете гонорар, который получила звезда, став лицом этого парфюма. Приобретая нишевую продукцию, вы отдаете деньги за творчество самого парфюмера и те высококачественные натуральные ингредиенты, которые были непосредственно вложены в тот или иной парфюм. Соответственно, каждый человек уже может примерять к себе, что ему нужно. Отождествлять себя с той или иной звездой, нужна ли ему там эта реклама, или же он получает удовольствие от своей эксклюзивности, о которой мы говорили, поскольку, если нет расчета на массовость, безусловно, тот или иной человек, он более эксклюзивен в своем аромате. То есть, ты реже можешь встретить человека, который пахнет так же, как и ты, если говорить грубо. Особенностью нишевой парфюмерии является ее цена. Как вы уже, наверное, поняли, исходя из того, что используются только высококачественные ингредиенты, такая парфюмерия априори не может быть дешевой. Соответственно, ее цена достаточно высока. Если вы себе можете позволить пахнуть именно так, я думаю, грех будет этим, конечно же, не воспользоваться. Еще одной особенностью являются места продаж нишевой парфюмерии. Раньше нишевая парфюмерия продавалась эксклюзивно только в маленьких бутиках, где царила спокойная атмосфера, и атрибут общения продавца и покупателя был необъемлемой частью самой покупки. На данный момент вы можете увидеть нишевую парфюмерию в элитных магазинах розничной торговли, где полочки с нишевой парфюмерией попросту соседствуют с полочками парфюмерии люкс. Еще одним местом продаж нишевой парфюмерии на сегодняшний день являются интернет-магазины. Покупая парфюмерию в таких магазинах, вы должны быть бдительны и должны знать, что тот или иной магазин является элитным и продает непосредственно оригинальную парфюмерию. Но все же бояться покупок в интернет-магазинах на сегодняшний день уже не стоит, так как статистика твердит о том, что количество покупок в интернет-магазинах, в том числе и парфюмерии, растет ежегодно. Еще одной особенностью нишевой парфюмерии является и упаковка. Если мы посмотрим на представителей, которые стоят справа от меня, а именно это ароматы сегмента люкс парфюмерии, то мы увидим, что в упаковку вкладывается много смысла, много содержания, много денег. То есть она должна впечатлять прежде всего. Слева от меня стоят представители нишевого класса парфюмерии. Соответственно, вы видите, что никакой вычурности не присутствует в их дизайне. Этот дизайн абсолютно классический, и этим дизайном характеризуется большая часть представителей нишевой парфюмерии. Снова-таки в каждом правиле есть свои исключения. И с учетом того, что любители нишевой парфюмерии являются достаточно богатые, известные люди, то и упаковки могут быть, соответственно, более богатыми и не такими уж и классическими. И так известны ароматы, которые упакованы в хрустальный флакон, либо же флаконы из красного дерева. Флаконы могут быть усыпаны полностью камнями сваровски, либо же вообще усыпаны и драгоценными камнями в том числе. Особенностью, о которой хочется сегодня сказать, является история того или иного аромата. Если мы говорим о винтажных ароматах непосредственно нишевого сегмента, то истории здесь достаточно интересные и, прямо-таки, можно сказать, захватывающие. Современным же ароматом, как правило, истории легенды приписываются, для того, чтобы они были интересны покупателям. Это касается и ароматов сегмента люкс, и нишевых ароматов в том числе. В целом, для того, чтобы подытожить вышесказанное, можно сказать нашим потенциальным покупателям о том, что, существуя в нашем мире сегодня, конечно, хочется попробовать нишевые ароматы, и даже, можно сказать, грех этого не сделать. Хотя существуют в мире и противники таких ароматов, люди, которые совсем их не воспринимают, все же ценители и парфюмоньяки говорят о том, что парфюмерия нишевая – это, прежде всего, искусство. И каждое искусство нужно уметь понимать, так как нужно уметь понимать искусство балета, искусство театра. Снова-таки, хотя бы нужно попробовать понять искусство нишевой парфюмерии. И, возможно, она придется к вам, вам ко вкусу, и вы будете тоже ее поклонником. Субтитры создавал DimaTorzok